Три акции зомби на российском рынке. Будьте осторожны! Приветствую вас! Меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Часто мы с вами обсуждаем на канале различные ценные бумаги и периодически приходим к выводу, что вот такие-то акции для меня интересны, я их купил в портфель, потому что... Ну и, собственно, какое-то пояснение идет на 15-20 минут. Периодически бывают выводы, что такие-то акции не интересны по тем или иным причинам, также тестировал я формат некоторое время назад, вот, например, было видео, да, вот, какие акции вырастут весной 2024 года, где была подборка, на мой взгляд, интересных ценных бумаг, там сразу про 6 акций мы с вами поговорили, и вот я решил протестировать такой вот обратный формат, когда мы с вами поговорим про акции, которые, на мой взгляд, не представляют интереса, я бы даже назвал их акциями зомби, потому что они при этом не выросли в цене и поэтому неинтересны, потому что слишком дороги, а даже упали в цене, сильно упали в цене, и даже несмотря на то, что они могут еще ниже упасть, я их все равно в портфель покупать не собираюсь. Вот, подборку из трех таких акций российского рынка мы с вами, так сказать, в этом видео сделаем. Почему, так сказать, важен и такой формат тоже? Потому что российский рынок акций сейчас подрос на свои годовые максимумы, и, собственно, там же, где он находится сейчас, он до этого находился в январе 22 года, а с учетом дивидендов, которые за последние два года были по российским акциям, российский рынок почти вернулся на свой максимум всех времен, который был в 2021 году. И в такой ситуации много акций выросло, при этом ряд акций из портфеля, вот лично я, как вот рассказывал в предыдущих видео, постепенно распродаю по мере роста, возникает вопрос, а куда деньги перекладывать, да, в какие бумаги? И тут, конечно, взгляд падает в первую очередь не на те акции, которые сильно выросли, их психологически трудно покупать, а как раз на акции, которые сильно упали. И тут важно не попасть в ловушку. Бывает, что есть какие-то бумаги, которые упали, ну и тем самым дали отличную возможность себя купить. Например, Сбер в 2022 году торгалось по 100 рублей, сейчас, спустя там 2 года, он торгуется в 3 с лишним раза дороже. Но бывают ситуации, когда акция упала и есть за что, то есть упала не просто так. И более того, есть риски, что упадет и еще ниже, потому что имеет большие проблемы с бизнесом. Вот про 3 таких бумаги мы с вами сегодня поговорим. И открывает список из 3 бумаг Сегежа. В бумагах Сегежа, если посмотреть на график, как будто может вырисовываться интересная идея для покупки. Если посмотреть, котировки сейчас в 3 раза дешевле, чем на пике 2021 года, в 1,5 раза дешевле, чем в прошлом году. Прям явный такой нисходящий тренд. Ну, так сказать, куда ж дешевле? Но есть куда дешевле. Собственно, как раз очень хорошо видно, что еще в прошлом году казалось, да, что вот, так сказать, куда уж уж дешевле. И так по 5 рублей торгуются, но нет. И по 4 могут, и дешевле 4 рублей тоже могут. При этом по Сегеже даже был подскок в последние дни на новостях, что АФК-система может им помочь с долгами. Там, кстати, судя по всему, кто-то пытался на этих новостях бумаги Сегежа покупать. Вот здесь вот был такой подскок. Но прям очень быстро акции обратно вниз, так сказать, улетели. Почему в Сегеже, вот, несмотря на сильное падение цены, я все равно, так сказать, не бегу их покупать? Проблема в том, что у компании есть, во-первых, убыточность. Да, вот в 21-м году они были прибыльной компанией и зарабатывали ежеквартально несколько миллиардов рублей. Начиная с второй половины 22-го года они стали убыточными и терпят регулярные убытки. Но это полбеды. Вторая половина беды, может даже, так сказать, большая половина, если можно так выразиться, в том, что у Сегежа гигантская долговая нагрузка. Если мы с вами глянем их последний финансовый отчет, вот он здесь, то чистый долг более 120 миллиардов рублей. При этом, вот тоже важный момент, у них не какие-то долгосрочные займы, которые надо там через миллион лет отдавать. У них из вот этой долговой нагрузки в течение двух лет, даже меньше, истекает примерно половина займов. Вот они сами в отчете говорят, что у них средневзвешенный срок финансирования менее двух лет. То есть, что это означает? По числам, долговая нагрузка 122 миллиарда рублей означает, что им при ключевой ставке в 16% надо платить, ну, так сказать, там, зависит от того, под какие проценты были взяты деньги. Но, условно, при такой ключевой ставке, это 19 миллиардов рублей в год, им надо платить займов. Разумеется, у них много займов было взято по более низким ставкам, но, опять же, половину надо перекредитовывать в ближайшие два года. Скорее всего, придется перекредитовывать по высоким ставкам. Как следствие, проценты по кредитам у Сегежа могут составлять 19 миллиардов рублей в год. Если посмотреть на то, сколько Сегеж зарабатывает, ну, тут понятно, что у них существенные убытки, но даже если брать до, так сказать, там, налогов, платежей по кредитам и так далее, брать АИБДУ, да, аналог ЕБДЫ, то все равно АИБДА у них не складывается в такую, чтобы они смогли платить по долгам. Да, была новость о том, что им АФК-система может помочь. Но в чем проблема? Если посмотреть на предыдущую помощь АФК-системы, это был кредит на 8 миллиардов рублей. Для Сегежа 8 миллиардов рублей это, ну, там, месяцев на 5 процентных платежей по кредитам. То есть, такой займ от АФК-системы, им не хватит такого займа, чтобы даже годовые процентные платежи заплатить. Не говоря же о том, чтобы, там, нагашение каких-то долгов направить. Не говоря же о том, что у АФК-системы, да, вот на которую сейчас там инвесторы, которые, наверное, Сегежа покупали последние дни, возлагают большую надежду. Не говоря же о том, что у АФК-системы у самой высокая долговая нагрузка. У них чистый долг холдинга почти 250 миллиардов рублей. Им самим приходится выкачивать из МТС регулярно большие дивиденды. То есть, у МТСа росла долговая нагрузка последние годы, потому что, например, там, за 22-й год МТС заплатил дивиденды сильно больше, чем вообще денег заработал на акцию. Да, то есть, у АФК-системы свои проблемы с долговой нагрузкой. Им, так сказать, не до Сегежа. Но, учитывая, что капитализация Сегежа сейчас порядка 60 миллиардов рублей, если Сегежа будет, например, допомиссию проводить, чтобы долговую нагрузку снизить, платить по кредитам, то им придется там сильно, очень сильно размывать текущих акционеров. То есть, там, не знаю, там 20-30-50% акций новых выпускать. Это будет довольно сильно размыть. И не говоря же о том, что это не решает проблему. То есть, выплата процентов по кредитам не решает проблему того, что компания, в принципе, убыточная. Да, если у вас компания убыточная, то ее долги просто будут расти со временем. И, собственно, все. Финита ля трагедия. Вот. Поэтому Сегежа, несмотря на такое сильное падение цены, моего интереса не привлекает. Вторые бумаги, которые тоже я вот, так сказать, вот в ряд акций зомби отвел, это бумаги компании Киви, которые по-прежнему торгуются на московской бирже. И, собственно, про Киви у нас было несколько обзоров. И, вот, так сказать, вот эта трагичная ситуация, когда у Киви банка отозвали лицензию, когда бумаги сильно просели. Какой там был первоначально план, собственно, да? Что они хотели сделать? Какие у них были планы зимой? Они планировали продать российский бизнес. Деньги от продажи российского бизнеса 24 миллиарда рублей примерно. Получить на кипрскую компанию, сделать определенный относительно небольшой байбэк бумаг, вероятно, в том числе с московской биржи. Ну, как-то деньги акционерам вернуть тем или иным путем. Ну, и, собственно, бумаги Киви, которые там торговались накануне отзыва лицензии, там, по 450-500 рублей. В целом, так сказать, отражали ситуацию, что все равно, на мой взгляд, были переоценены. Я в прошлых видеообзорах про это говорил. Вот, но отозвали лицензию у Киви-банка, они выпустили свой пресс-релиз по трактовке того, так сказать, как это отразится на сделке продажи российского бизнеса. Они сказали, что российский бизнес продали и акции ушли покупателю из Гонконга, которым владеет бывший генеральный директор компании Киви. Вот, но фишка в том, что платежи за российский бизнес кипрская компания Киви будет получать в течение четырех лет и вполне вероятно, что не получит или получит только какую-то небольшую часть от этих платежей. Дальше, в чем, собственно, проблема? Получается, что компания Киви, если бы она получила 24 миллиарда рублей на Кипр, то там могли бы идти какие-то разговоры. А так, непонятно, что у них останется, ну, судя по последнему отчету, который они опубликовали, у них там, так сказать, какие-то активы уцелели, но при этом они, значит, должны были утвердить решение о байбеке акций, в том числе, возможно, с московской биржи, но приняли решение его не утверждать. Это, видимо, вследствие отзыва лицензии у Киви-банка. Они, собственно, сказали, что не могут сейчас, так сказать, платить дивиденды в российскую юрисдикцию, ну, собственно, тоже по понятным причинам. Плюс непонятно, что останется от российского бизнеса Киви, который был продан в Гонконг. Соответственно, там история, что там ЦБ подал иск в суд, история с ликвидацией компании, денег просто может никаких не уцелеть. И получится, что Киви байбек не делает, дивиденды не платит, да, пытается там развивать какой-то бизнес в Казахстане или в Эмиратах или где-то еще. Да, они там сохранили какие-то деньги, какие-то активы, они сейчас на Кипре, но тем, кто владеет бумагами на московской бирже, с этого ничего не перепадает. То есть, как бы, да, вы никак не можете получить там какую-то часть этих активов, которые там где-то на Кипре уцелели при таком раскладе. Как следствие, как бы, справедливая цена акций Киви непонятно. То есть, даже если они там завтра на 10% дешевле будут, чем сегодня, я все равно не захочу покупать эти бумаги. Потому что непонятно, в чем ценность бумаг Киви. Ну и, наконец, третьи акции зомби, как я их назвал, это бумаги СПБ биржи, которые мы с вами не так давно на канале обсуждали. Я просто коротко, тезисно повторю основные моменты, так сказать, да, почему бумаги биржи СПБ претендуют на статус зомби. Тут тоже была вот эта история, как с Сегежей, что бумаги подскакивали на новостях. Мы, собственно, как раз их и разбирали. Новости о том, что они будут проводить IPO санкционных компаний, подсанкционных компаний, да, там привлекать, так сказать, инвесторов и так далее. Но проблема в том, что у биржи СПБ, как вот мы делали подробную выкладки, видео, которое у нас выходило там вот буквально полторы недели назад. Проблема в том, что там не складывается какая-то бизнес-модель, чтобы они зарабатывали какие-то деньги. Ну, собственно, там были расчеты, что им надо провести там 100, как минимум 100 IPO крупных компаний типа ГК, по-моему, элемент, который они хотели провести. Вот, и только тогда у них там может быть появится какая-то прибыль. А им надо оправдывать свою текущую оценку. Да, они на днях, вот уже после записи этого видео, они выпустили отчет за 2023 год. Да, они формально имели прибыль в прошлом году, но понятно, что там санкции подъехали в начале ноября из-за морозки торгов. Это было в 2023 году. То есть они как бы, да, там за первые месяцы, за первые 10 месяцев 2023 года прибыль какую-то получили. Но сейчас вполне вероятно, это сам по себе убыточный бизнес. В комментариях к предыдущему видео про биржу СПБ было замечание, что у них есть деньги, там есть вот там собственный капитал, который они там, ну, то есть, да, что это там не банкрот, не компанию, которая там, так сказать, ничего нет, только дырка от бублика. Да, у них есть собственный капитал там в 20 миллиардов рублей. Окей, проблема только в том, что они просто его со временем могут постепенно проедать, и он просто постепенно с убытками может закончиться, да, как пополнять собственный капитал. Ну, окей, может быть, они там как-то разместят деньги в какие-то доходные инструменты смогут и, так сказать, жить на вот эти вот проценты. Ну, не более того, то есть, опять же, вопрос возникает, а для акционера биржи СПБ, так сказать, если там дивидендами не пахнет, бизнесом не пахнет, бизнес, как они его проводят, с большой вероятностью убыточный. Они, наверное, в отчетах в этом году, так сказать, это продемонстрируют, это мое оценочное суждение, но вот прогноз такой, что у них будет убыток в этом году. То есть, они просто постепенно проедают деньги и, собственно, все, да, а что акционеру биржи СПБ, зачем тогда, собственно, эти бумаги покупать. И вот, собственно, видна реакция, что они на новостях, был такой подскок, вероятно, народ спекулятивно покупал, увидев якобы позитивную новую, сейчас постепенно, так сказать, народ распродает, да, и, в общем-то, опять же, даже если биржа СПБ завтра будет на 10, на 20% дешевле, чем сегодня, я все равно не побегу покупать эти бумаги, потому что просто непонятно, в чем у них бизнес. Это, вот, на мой взгляд, типичный пример акций зомби. Рассмотрели три акции, это Сегежа, Киви и биржа СПБ. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Напоминаю, что нас можно читать в Телеграме и ВКонтакте, ссылки в описании видео и в закрепленном комментарии. Не забудьте, пожалуйста, писать комментарии, они очень помогают продвигать видео и развивать канал, и нам с вами интересная тема для обсуждения находить. Подписка, лайки тоже всячески приветствуются. Спасибо за внимание, желаю вам успешных инвестиций.